Вечер добрый. Да, я представлюсь, я преподаватель Центра компьютерного обучения Гречка Елина. Я читаю пользовательские курсы 1С, у нас их достаточно большое количество. По конфигурациям 1С, в том числе у нас читаются курсы по конфигурации управления торговлей. Ну и я бы хотела на сегодняшнем вебинаре рассказать об очень полезной возможности программы. Я имею в виду сегменты клиентов. Ну вот поскольку у нас все-таки семинар практический, то, естественно, я просто буду показывать, как сие творчество у нас с вами работает. Ну, в частности, сама функция сегментирования, она включается, естественно, в разделе НСИ и администрирование. И, соответственно, в настройке НСИ разделов CRM и маркетинг. Ну или маркетинг, здесь кому как удобнее. И вот должен стоять флаг сегменты клиентов. Функция сегментирования, она чем интересна? То есть это, по сути, мы можем группировать клиентов и дальше для определенных групп клиентов задавать, например, определенные скидки на оценки, задавать, в частности, определенные варианты, скажем, номенклатурного ассортимента. Здесь может быть, в общем-то, все, что нам с вами требуется. Если мы поставили флаг сегмент клиентов, то у нас в разделе CRM и маркетинг, вот в первом столбике НСИ продаж, появляется отдельный справочничек сегменты клиентов. Давайте я все-таки, наверное, включу свет. А то вот... Нет, как-то не будет. Вот так, наверное, да? Чтоб хоть видно было. А то вот совсем как-то гибло. Так. Ну, поскольку я на демонстрационной базе, здесь уже введено иное количество сегментов, но у нас мало что там введено, давайте будем обговаривать, что это такое и как это можно использовать. Например, сейчас достаточно популярна такая вещь, как территориальный принцип. И здесь в демонстрационной базе введено достаточно даже... Давайте прям покажу все-таки именно справочник клиента. Здесь поудобнее будет смотреть. У нас тут введено в учебной базе демонстрационной достаточно большое количество клиентов, и по большинству из них указаны бизнес-регионы. И моя задача, скажем, в силу специфики моей деятельности, мне было бы удобно, если бы я имела возможность указывать какую-то информацию сразу для всех клиентов, входящих в один и тот же бизнес-регион. Ну, например, первое, что меня будет интересовать, я не знаю, допустим, Санкт-Петербург. Соответственно, создаю я новый сегмент наименования. Ну, например, вопрос в чём? Существует три способа формирования сегментов. Формировать динамически, периодически обновлять и формировать вручную. Ну, кстати, вот если говорить о сегментировании, то наиболее востребованные, здесь вот в демонстрационной базе могу показать, вот, видите, в основном-то наиболее востребованные это формировать вручную, периодически обновлять, встречаются несколько реже, ну и видите, формирование динамически практически в демонстрационной базе вообще не используется. Разница заключается в чём? Формировать динамически, значит, программа будет формировать сегмент автоматом полностью. Появился у меня новый клиент, ну вот как в моём примере регион Санкт-Петербург, программа тут же его автоматом внесёт в этот сегмент. То есть это будет сделано полностью автоматом без моего участия. Периодически обновлять, это означает, что я точно так же задам условия, ну, я сейчас просто покажу все три варианта, задам условия, но мне придётся заглядывать и нажимать кнопочку, чтобы программа проверила базу и подтянула изменения. Ну, а формировать вручную, это без комментариев, это я просто туда отнесу всех, кого мне требуется. Ну, вот прям по порядку. Формировать динамически. Вот наиболее распространённая ошибка при формировании сегмента – это банальная торопливость. То есть обычно дальше всё сохраняют. А нам же нужно, чтобы программа туда включала клиентов, в моём случае, относящихся к региону Санкт-Петербург. То есть надо обязательно указать условия. А схема компоновки данных стоит, основная схема и есть, кнопочка «Редактировать». Посмотрите, заранее разработчикам введено одно единственное условие. Все клиенты, которые, да, не помечены на удаление. Это же никуда не годится. Значит, что мне нужно сказать? Что меня интересует, во-первых, клиент. То есть меня интересуют только клиенты. В противном случае она мне будет в сегмент подтягивать и поставщиков, в том числе. Это раз. Во-вторых, меня интересуют не просто клиенты, а меня интересуют клиенты определённого бизнес-региона. То есть второе у меня будет условие, что это, в частности, Санкт-Петербург. Завершаю редактирование, записываю. Ну и, в общем-то, теперь можно уже посмотреть. В частности, в моём случае, поскольку на экран выводится и не видно сразу кнопку отчёта, то через кнопочку «Ещё» команда отчёта. Состав сегмента. Вот, видите, я вижу, что да, это все мои клиенты. И это мои клиенты именно по региону Санкт-Петербург. Кстати, можно проверить очень просто. Здесь же есть отдельный отчёт, который называется «Контактная информация». Вот, и я могу определиться, что мне нужно, например, публичное номинование, мне нужен бизнес-регион. Вот, я могу определиться с тем, какие ещё поля я буду видеть. Вот, и, соответственно, буду уже чувствовать себя хорошо. То есть можно вот для, собственно, спокойствия, чтобы не было никаких изысков, даже вплоть до контактной информации вывести на экран. Так, то есть это динамическое формирование. Что нам ещё хорошо бы проверить? Вот, я сказала, что это будет полностью автоматом, поэтому я всё-таки опять открою отчёт состав сегмента. Ну и, например, вот, смотрите, у меня на букву «А» есть только контрагент, то бишь клиент «Алхимов». А мне надо проверить, будут изменения учитываться автоматом или нет. А значит, я просто возьму сейчас, и вот есть тут некий «Альтаир». Бизнес-регион поменяю. Скажу, что у меня теперь здесь будет бизнес-регион, в частности, Санкт-Петербург. Ну, якобы у меня появился там новый клиент, либо-либо там, скажем, вот у него изменились территориальные признаки. Вот он у меня теперь «Альтаир» в Петербурге. И если я сейчас ещё разочек сформирую отчутиц, видите, вот он «Альтаир». То есть динамическое формирование, оно очень удобно, вот именно, например, в случае территориального признака, поскольку в этом случае, как только появился новый контрагент, например, относящийся, вот как в моём случае, к бизнес-региону Санкт-Петербурга, уже всё, никаких проблем, программа его учла автомат. Есть ещё второй вариант, ну, я буду продолжать тему бизнес-регионов, но обговаривать, вот показывать разные варианты. В частности, наименование, например, меня интересуют клиенты регион, ну, к примеру, Тамбов, регион Тамбов, но только скажу, что способ формирования периодически обновлять. Тогда что происходит? Во-первых, я всё равно должна указать условия, да, по каким программа будет ориентироваться. То есть, в частности, я говорю, что у меня бизнес-регион Тамбов, Тамбов, и я говорю, что меня всё-таки интересует только клиент, только клиент. Вот так. Но, если я теперь сие творчество сохраню, сохраню, давайте смотреть, в чём разница. Видите, первый раз я открыла, здесь нет вообще ничего. А в предыдущем случае он у меня уже сразу был сформирован. Что от меня требуется? Я нажимаю кнопку «Сформировать сегмент», вот она мне потянула тех, кто относится к бизнес-региону Тамбов. Но, чтобы увидеть отличия, чтобы увидеть отличия, та же самая логика. Вот я пойду по порядку, то есть у меня сейчас, у меня сейчас, в частности, в сегменте, вообще, смотрите, на букву, а ни одного клиента нету. Ну и я возьму, например, следующий у меня Альфа и поменяю бизнес-регион на Тамбов. Поменяла. Возвращаюсь я к своему сегменту. Упс, сейчас, секунду, поторопилась, извините. Говорю, что меня интересует состав сегмента. Смотрите, ничегошеньки не произошло. То есть никакой Альфы, в отличие от предыдущего случая, у меня здесь сейчас не появилось. Ну, может, я кнопку «Обновить» не нажала. Тоже ничего хорошего. Но сформировать сегмент я не нажала, видите? То есть получается, что если в первом случае, когда я говорю, что формирование сегмента динамическое, повторяю, все идет полностью автоматически, от моего участия не требуется вообще. Если я сказала, что у меня сегмент будет формироваться как «Периодически обновлять», это означает, что мне надо будет периодически вот этот сегмент открывать и нажимать кнопку «Сформировать». Только тогда программа будет учитывать изменения в составе сегмента. То есть если, к примеру, кто-то там из сотрудников регистрирует клиентов, ну, я не знаю, он, допустим, есть, у меня тут еще «Балашов». Вот если я ему тоже укажу «Тамбов», у меня «Балашов». «Балашов» появится в составе сегмента только когда я зайду и скажу, что мне надо сформировать сегмент. Видите? То есть только после этого. А я могу зайти в этот сегмент, ну, условно говоря, и через неделю после того, как кто-то из сотрудников зарегистрирует «Балашова», и через месяц, если вдруг забуду. То есть здесь вот этот вариант, он требует моего ручного обновления списка. Без кнопки «Сформировать» я изменения в составе сегмента не увижу никоим образом. Ну и наконец, треть состав сегмента. Сейчас я просто там, чтобы мне поменьше делать, там, по-моему, дверь еще. К примеру, я хочу еще один бизнес-регион, это у меня будут… Ну, я слово «бизнес» опускаю. Значит, я скажу, что мне нужно его формировать вручную. Тогда подразумевается, что я буду делать в данном конкретном случае. То есть открываю я отчеты. Здесь вот, посмотрите, есть кнопки «Добавить сегмент», «Удалить из сегмента», «Сформировать сегмент». Если я хочу добавить сегмент, то есть я вот открыла справочничек, и великолепнейшим образом беру и начинаю подбирать тех, кто меня интересует, банально двойным щелчком левой клавиши мыши. Ну, либо выделить и выбрать. То есть в данном случае без моего ручного участия ничего происходить не будет. Точно так же, если я нажму кнопку «Сформировать сегмент», то видите, что происходит. Она «Великолепно» в кавычках берет и сюда добавляет абсолютно всех. Здесь надо быть очень аккуратненькими. Но всегда есть возможность удалению сегмента из сегмента. И повторяю, что подразумевается постановка вопроса следующего образа. То есть я взяла, выбрала, выбрала те, кто меня интересует и перенесла их в сегмент. То есть вот так вот будет формироваться состав сегмента. Только мною, руками. Периодичность такая, какая мне закончится. Ну, вот что касается именно способов формирования. Вот всего их три. Как я уже обратила ваше внимание, ну, самое часто используемое – это формирование вручную. Чуть реже периодическое обновление. Формировать динамически используется крайне редко. Ну, зачем нам с вами вот эти сегменты нужны? Ну, во-первых, вот смотрите, сегментирование можно использовать для формирования стоп-листов. Ну, тогда однозначно вручную, да. Например, если у нас в частности клиент нарушил какие-то условия договора. Просьба, кстати, обратить внимание, что продажи запрещены за нарушение условий договора. Вот этот сегмент вообще введен заранее разработчикам. И, естественно, состав сегмента я буду формировать исключительно руками. Вот в данном конкретном случае, поскольку здесь, видите, он и сказано про него, что способ формирования вручную. Ну, гораздо полезнее, ну, функция нужная, да, для многих в этой жизни, но гораздо полезнее вариант немножечко другого рода. То есть количество сегментов, которые мы можем создавать, неограничено абсолютно ничем. Сегменты могут пересекаться. То есть, скажем, вот есть у меня клиенты региона Тверь, но и эти же клиенты, они у меня могут входить, например, в сегмент оптовики. Да ради бога, это мое личное дело. То есть сегменты, повторяю, они могут пересекаться. Но при этом, при этом, где я их могу использовать? Да в первую очередь при регистрации соглашений. То есть, в частности, у нас с вами есть такое понятие, как типовое соглашение клиентов, где обговариваются максимально возможные условия по реализации. И мне никто не мешает указать всю требуемую информацию. То есть, в частности, номер, я могу сказать, что там дат какая-нибудь, в нашем случае не принципиально. Ну и, допустим, это у меня будет для Санкт-Петербурга. Так, это долго писать, поэтому будет для Твери. Это единственное обоснование. Сейчас. И я могу здесь уже сказать, что меня интересуют клиенты региона Тверь. Это означает, что программа будет уже подхватывать только нужные, нужных клиентов. Здесь вот то, что я перед этим упоминала. Например, вот смотрите, здесь в демонстрационной базе, естественно, заведена номенклатура, заведена номенклатура, да, тут её достаточно большое количество. Есть какие-то, вот смотрите, комплекты для кухни, да. А вот когда речь идёт о мебели, речь идёт о мебели, да, вот тут вот какие-то есть мебельные гарнитуры. Ведь вполне вероятно, что, например, у меня в Твери, в Твери есть только магазин, который будет торговать, к примеру, только наборами кухонной мебели, или только спальными гарнитурами, а не всем подряд. Соответственно, у меня есть возможность точно так же номенклатуру объединить в сегмент. Принцип, кстати, тот же самый. Вот, и, соответственно, тогда при реализации уже будет отражаться не абсолютно вся номенклатура, а только указанная мною. Вот, я могу определить условия продаж, естественно, для клиентов, попадающих в данный сегмент, и графика оплаты, ну, к примеру, там, да, какой-то кредит, и валюту, то есть здесь всё, что, в общем-то, потребуется для описания данного типового соглашения. Ну, к примеру, там у меня будет оптовая цена. И, естественно, естественно, кстати, я могу и создать цену, и её привязать, в общем-то, к сегменту. Здесь, опять же, нет никакого секрета полишенеля. У нас на одни и те же позиции товарные в разных регионах цена, она периодически отличается. Я могу указать какую-то там дополнительную скидку. Ну, к примеру, не знаю, вот я скидку дистрибьютором мебели здесь возьму, тогда и укажу, скажу, что она у меня действует. Да. Ну, пусть сегодняшнего числа, здесь никакого экзотики нет. Вот. То есть дальше, дальше я вот эту сегментацию уже буду использовать в типовых и в индивидуальных соглашениях. То есть в частности, в частности, далее сегменты будет уже использоваться где? В реализации. То есть я могу на сей раз уже создать, скажем, у меня есть заказ клиента. Вот смотрите, если я возьму клиента Ярославль и буду выбирать соглашение, да ничего не вижу, правильно? А теперь я просто-напросто меняю клиента, говорю, что меня интересует, скажем, Сатурн. И вот я вижу свое соглашение. То есть из серии почувствуйте разницу. По сути, у меня идет, смотрите, привязка условий продаж, условий продаж к определенному сегменту клиентов. И в частности, в частности, это плюс огромнейший, например, ну вот я еще раз вернусь, скажем, к Ярославлю. Вот, например, если организация крупная, то те, кто сидит на продажах, они не смогут указать не то соглашение, они его просто видеть не будут. То есть если я сейчас интересу ради, ну вот, допустим, Санкт-Петербург выберу, да, опять же, я не буду видеть то соглашение, которое только что сделала в качестве примера. То есть фактически, фактически, вот эти все мои условия, указанные в соглашении, они будут предлагаться только в одном случае. Если я буду в частности корректно указывать регион. Ну вот для Твери, ну я не знаю, там торговый дом комплексный, будет реализовывать в частности, не знаю, пускай там определенного вида товара. Вот, и вот у меня мебель. А кондиционеров я не вижу, мебельных гарнитур я не вижу, и хлебобулочных изделий я тоже не вижу. Но сейчас я в роли как раз продажника не вижу я. По какой причине? Потому что вот эту часть я точно так же уточнила в соглашении для региона Тверь. Я сказала, что соглашение у меня распространяется только на один сегмент номенклатуры, на мебель. А значит тогда, опять же, продажник при всем желании лишнего реализовать не сможет. В этом тоже есть плюс огромнейший. То есть лишнего здесь вот при всем желании тогда и не увидим. И ради бога. Ну вот, например, шкафчик я хочу людям отгрузить. Вот он. Вот он. Прекраснейшим образом. Получается вот такая вот симпатичная картина. И количество сегментов, подчеркиваю, можно вводить неограниченное. А использовать мы дальше вот эти с вами сегменты можем в разных целях. Ну, в первую очередь, конечно же, сегменты мы можем использовать в типовых соглашениях. Ну, я показывала пример, да, вот для определенного бизнеса региона. Точно так же, точно так же, кстати, эти сегменты мы с вами можем использовать в индивидуальных соглашениях, если они применяются в соответствии уже с политикой организации. И что касается еще сегментирования, ну, вот смотрите, здесь у нас с вами всегда есть возможность скидки создать и тоже определиться, в частности, со скидкой и посмотреть, что из этого будет. Например, я хочу задать скидку процентам. Я могу ее задать на любую номенклатуру из сегмента, да, там, ну, пускай будет все-таки любая. Но самое главное, я могу сказать, что вот она у меня будет применяться там, соответственно, к дилерам, к киллерам, там, кому угодно. Это не принципиально. И могу добавить условия. И могу добавить условия. Ну, не знаю, например, в моем случае это будет, да, вот пример, о котором сегодня идет речь. Вхождение клиента в сегмент. То есть, к примеру, в моем случае скидка будет распространяться только в одном случае, если клиент входит в сегмент региона Тверь. Ради Бога. Только в этом случае, например, будет размер скидки там 15%. Ну, наверное, тоже будет логичнее, если я скажу, что это будет только для номенклатуры, относящейся к сегменту мебель. Вот у меня появилась, собственно, моя вот эта 15-процентная скидка. И дальше я могу великолепнейшим, извините, пожалуйста, великолепнейшим образом определиться, где она будет у меня применяться. То есть, то ли я ее буду применять для определенного склада, да, вот, то ли, да, вот, ну, например, вот, ну, для бытовой техники, наверное, не очень, ну, вот для мебельного склада я могу сказать, что эта скидка действует, естественно, да, вот, то есть действует на складе. Я могу, соответственно, для карт лояльности, я могу эту скидку, эту скидку применять, соответственно, и для, в частности, индивидуальных соглашений, и для типовых соглашений. То есть, опять же, мне никто не мешает это сделать. Я могу сказать, что вот у меня это будет работать. И в данном конкретном случае, опять же, то есть, если будет применена скидка, то в случае реализации с указанного мною склада, а это был склад мебели, если мне память не изменяет, нам, так, сейчас. Вот, мебельный склад. Значит, если клиент будет попадать под все вот эти условия, то программа еще и будет предлагать, что сделать, дать человеку, там, или какой-то корпорации соответствующую скидку. То есть, это тоже очень удобно. Фактически, вот, сегментирование клиентов, повторяю, оно может проводиться по любому признаку, и аналогичная функция, она еще и может быть использована для той же самой номенклатуры. То есть, здесь никаких ограничений нет. Точно так же, вот, например, когда речь идет, ну, вот я вот сегмент клиентов показывала на примере бизнес-регионов, поскольку это действительно сейчас реально востребовано, но обратите внимание, вот в качестве примера, в демонстрационной версии, вообще введена классическая постановка вопроса, то есть, мы все клиенты делим на оптовиков, мелкие опт-розницы, дилеры, вот, и опять же, опять же, это все может решаться сегментированием. А тогда нам что дает? Да, по сути, это задание одинаковых условий продажи для всех клиентов, входящих в данный сегмент. И один и тот же клиент может входить в несколько разных сегментов. Ну, и плюс пресловутый вот запрет отгрузки. Здесь у нас с вами варианта два, просто вот, чтобы напомнить, что у нас здесь имеет место быть. Вот когда речь идет о том, что мы работаем непосредственно с клиентами, непосредственно с клиентами, в частности, в том же типовом соглашении, в том же типовом соглашении у нас с вами есть возможность, я сейчас какой-нибудь введу и будет у меня это распространяться, например, на клиентов региона Тамбов. Значит, для соглашения я могу сказать, в частности, каковы будут условия оплаты. Ну, в моем случае, естественно, это рубли. К примеру, это будет, скажем, какая-то там дилерская цена, но я скажу, что требуется указание договора, да, то есть порядок расчетов определяется в договоре. Что мне это даст? Я тогда, тогда могу при регистрации документов по определенному клиенту. Сейчас, пускай будет альфа. Так, мое соглашение. Вот, я могу регистрировать договорчик. Ну, и в частности, в частности, если я указываю договор, если я указываю договор, то здесь, обратите внимание, есть на закладке расчета и оформления в договоре возможность запрета отгрузки при определенной задолженности. То есть, если у меня клиент должен, например, ну, вот, я сейчас свела, да, 15 тысяч, задолженность, естественно, сумма равная, то тогда программа не будет давать, делать реализацию этому клиенту. Но здесь, собственно, разница в чем. Вот, если использовать понятие отгрузки, понятие отгрузки, то тогда, тогда запрет отгрузки уточню. Это можно делать двояко. То есть, в частности, я могу делать это или или в договоре, или в договоре, или я могу это делать, используя пресловутое сегментирование клиентов и в частности, в частности, да, здесь получается постановка вопроса, какая. Вот Альфия, Альфия, мне программа по условиям договора, вот оно уже, остаток допустимого кредита пишет 15 тысяч. То есть, как только нарастающим итогом будет превышена сумма задолженности, будет 15 тысяч программа не будет давать, оформлять отгрузку. А вот, что касается вот этого пресловутого сегмента клиентов запрет отгрузки, то здесь, здесь, как видите, нарушение условий договора разработчикам в качестве примера написано, да, дебиторская задолженность больше 60 тысяч просрочен срокоплаты. На самом деле, здесь условий договора у нас с вами может быть достаточно большое количество, а в договоре, в договоре там действительно только суммовой эквивалент. А вот, если я использую сегмент клиентов, сегмент клиентов, то, ну вот, давайте я кого-нибудь просто добавлю, не знаю, экип какой-то там. Реакция программы, она будет немножечко другой в данном конкретном случае. То есть, вот, я внесла, ежели какую-то организацию вот в этот пресловутый сегмент продажи запрещены, но его кто-то называет черный список, кто-то его называет стоп-лист, но суть от этого не меняется, суть от этого не меняется. Главное, что, смотрите, где он тут у меня, сейчас, я даже для удобства отсортирую по наименованию, наименование было, если обратили внимание, экип, я его просто не вижу даже. То есть, я при всем желании, при всем желании, ну, вот, давайте еще интересу ради, тут, я не знаю, он на ником и есть, просто, чтобы это было видно, как следует, там, если я точно так же в сегмент клиентов, вот, на, в этот сегмент продажи запрещены, возьму, и там, не принципиально, в нашем случае, по какой причине, может, у меня отторжение буковки идет, здесь это уже абсолютно не важно, да, то есть, вот, смотрите, я добавила, теперь у меня их здесь в составе сегмента два, вот, соответственно, что дальше будет происходить в этой жизни, вся та же логика, то есть, я выбираю клиента, и вот и пожалуйста, так, надо было только закрыть, открыть, единственное, поскольку я не в сети, то есть, сегмент, вот, по запрету продаж, он интересен тем, что, как раз, мы все это вносим с вами руками, руками, и дальше, при всем желании, просто отгрузить уже ничего не получится, а нарушение условий договора могут быть абсолютно любые, то есть, я имею в виду, помимо, подчеркиваю, помимо задолженности по определенной сумме, тем более, что здесь, смотрите, вот эта сумма, она привязывается к договору, а мы же работаем по договорам, и, по сути, у меня с одним и тем же клиентом договоров может быть несколько ограничений, которые прописаны разработчикам, да, вот оно именно такое вот суммовое по отдельно взятому договору. То есть, вот достаточно любопытная функция, очень полезная, вариантов сегментирования, ну, наверное, в зависимости от вашей специфики, можно предложить и применить достаточно большое количество. Единственное, все-таки, возвращаясь вот к теме сегментов, еще раз хочу обратить внимание на одну единственную вещь. Вот при создании сегмента наиболее распространенная ошибка, которая встречается в этой жизни, я имею в виду для способов формирования динамически и периодически обновлять. Она выглядит следующим образом. Сказали динамически, записали, закрыли. Вот при такой постановке вопроса результатом формирования сегмента смотрите, что будет. И будет абсолютно все. Связано это с чем? Что по способу формирования, по способу, сейчас я разблокирую, по способу формирования динамически и периодически обновлять нужна схема компоновки, нужно задать условия, по которым клиент будет относиться к тому или иному сегменту. А все смотрят, тут вроде основная схема какая-то есть, а основная схема то, что я показываю изначально, она только одна. Она будет вносить сюда всех, кто не помечен на удаление. Других у нее вариантов в принципе нет, как у вас. А значит, если мы будем все-таки внимательны и аккуратны, здесь, как видите, в общем-то, даже по дополнительным реквизитам можно относить в сегмент, может быть, комбинация нескольких, в частности, полей отбора, даже вот обратите внимание, там, юрфиз лицо, здесь можно там в списке, там и прочее, прочее, прочее. Ну вот, единственное есть нюансик, конечно же, это то, что список доступных полей, он определен разработчикам. То есть, ежели нам с вами их не хватает, то тогда это добро пожаловать программистам, да, чтобы они нам эту схему создали все-таки именно в соответствии с важными требованиями. А если нас вполне устраивает то, что предопределено разработчикам, значит, великолепнейшим образом мы с вами через кнопку редактировать не забываем задавать условия, повторяю, в противном случае, в противном случае у нас с вами получится ситуация такая, программа возьмет, и поскольку по умолчанию только одно условие, что не помечено на удалении, она по сути отнесет туда абсолютно всех, а вот это уже, ну, согласитесь, совсем не есть хорошо. вот такая вот собственно постановка вопроса. Так что очень любопытный функционал, и я буду рада, если он вам в этой жизни пригодится. Ну, вот, собственно, все, что я хотела рассказать по этому поводу. Я не знаю, просто, кто-нибудь из присутствующих в жизни использует, нет. Нет? Я к вам записался на среду 1С управления тогда. Ну, тогда я прощаюсь. Ну, и до новых встреч в эфире. До новых встреч !